Здравствуйте, меня зовут Татьяна и я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Тельмяшкина. В сегодняшнем видео я расскажу о начале нового процесса укороченного кардигана. Название пока не придумала, но где-то около медовых оттенков осенних красок бродит янтаря. Нет, наверное, все-таки остановлюсь на медовой теме, однако пока не знаю точно, как он будет называться. Поподробнее сейчас расскажу о начале, но хочу сразу предупредить, кто любит уже такие видео, где есть на что посмотреть, о больших продвижениях, как-то лучше это видео, наверное, пропустить и дождаться следующего. О самом-самом начале я скажу. Это будет интересно тем, кто просил меня, как только определиться, как только я определюсь с количеством петель, ну, поведать об этом. Пожалуйте. Кардиганчик будет вязаться из пряжи альпака перуана. Рекомендуется спицы 2,5-3,5 и я буду вязать резинку на 3,75 кубические. Это считаю, что 3,5 в переводе на круглые. И с основное полотно спицами номер 4. Вот этими спицами нитпро кубическими будут вязаться все резиночки, планка в том числе. Но, во всяком случае, я так планирую, я так начала. Как-то дальше пойдет, я не знаю. И спицами номер 4, симфони, я буду вязать основное полотно. Несмотря на то, что рекомендую три с половиной потолок. Когда показывала видео, где мы вязали образец, девочки писали мне, и не один человек, Таня, смело вяжи четверкой, то есть, чтобы петелечкам было где развернуться. Безусловно, это зависит от плотности. Но если сравнить... Так, пойдем-ка, дружок... Полотно до стирки и полотно после стирки. Это две большие разницы. И понятно, что действительно, альпака-то на разные бывает. Но вот именно эта альпака сухая, грубоватая, не всем нравящаяся. Видите, она раскрывается, выпускает свой пушок. И когда... Здесь, по-моему, три с половиной. Я уже не помню, я не помню, каким я вяжу образцы. Видео пересматривать не хочется. Но вот здесь уже им тесновато. Я решила, что буквально еще одна стирка, и это будет, ну, две, может быть, максимум. Будет такое, ну, валенкообразное полотно. Пусть это будет четверкой. Я совершенно согласна. Вяжу четверкой. Спицы мне подарила Анечка. Посмотрите, они так и намекают, да? Какая красота, что все-таки зря ты цвет зеленый убрала. Видите, здесь мелькает зеленый цвет. Мелькает наш вот этот темненький. Сейчас я номера скажу. Наш вот этот желтенький и зелененький. Когда снимала ролик кардигану быть, и мы вот про этот образец говорили, там мелькал зеленый цвет. Дон у меня вот здесь сейчас рядышком скрипучую дверку открыть. Вот он. Сейчас я убрала, потому что, действительно, я согласна. Некоторые девочки написали, что надо чуть-чуть другой оттенок. Я соглашусь. И вместо зеленого цвета я лучше добавлю остатки от своего рыжика. Там я кардиган рыжик у меня укороченный. Был вот такой махер Soft Dream. Я уже номер не помню. Выкинула я остатки. И смешивала я его с фряжей. Слонимской. Оранжевый. Шикарнючий. Оставлю ссылку на этот кардиганчик. Можно увидеть. Кто не видел ролик с образцом и впервые попал и не хочет пересматривать номер цвета основного. Вот этого, я не знаю, условно говоря, желтым. Хотя здесь действительно и мед, и тыковка, и осенние листва. Как только кто не называл. Девочки, давай все-таки к меду приближаться. Как-то мне вот хочется. Одним словом, максимум двумя емко как-то. Медуница, медовик. О, не знаю. Вот он, какой цвет. И ему подпевать в некоторых местах, сейчас скажу в каких, будет вот этот цвет. 10 мотков у меня желтого точно хватит. Точно хватит золотого, что ли. Как это сказать? Медового. Это тоже мед. Я знаю, что липовый мед, каштановый мед. Он немножко темненький. Зачем мы так? Вот, хорошо. И этот цвет у нас 5-4-2-0. Я ничего, что ли, не перепутала? Нет, в двух мотках я точно не перепутаю. 5-4-2-0. Кое-как, где-то полосочками, конечно, солировать будет вот этот цвет, и кое-где подпевать вот этот. Мне очень нравится сочетание. Здесь прям вопросов нет. Зеленый я отложила. Ну, как я сказала, ввела вот этот. И сейчас, готовясь к ролику, да, желаю сказать, что все-таки какая бывает разная альпака. Вот прям с шерстью суховатая, колковатая альпака перуана. Где у меня... Где-то же у меня есть, где нет наклейчики. Безобразие. Безобразие. Никакой дисциплины. Вот. Никакой дисциплины среди клубков у меня нет. Никакой. И взять альпаку, которую мне подарила Лена, я вязала совсем недавно туман. Ведь тоже альпака. Я понимаю, что есть бэби-альпака, что есть королевская альпака. Но это... Почувствуйте разницу. Это шелк. Это шелк. Это нежность, шелковистость. И вообще здорово, что все. Разные бывают. И выработки разные. И вот, готовясь к сегодняшнему ролику, просто контраст, да, кто-то не любит такую, но обожает такую. Кто-то наоборот. Я увидела этот маленький моточек, но в тумане у меня там кое-какие были завихрения в джемпере туман. И мне пришлось кое-что распустить. И я не выбрасываю вот этот моточек, это сокровище. Может быть, не исключено, не исключено, что я сейчас даже точно заброшу в корзиночку этот моток. Я люблю, когда у меня в корзинке все под рукой. Это же тоже вот какой вот мед такой бледный-прибледный, майский что ли, он цветочный. Мед-то он разных оттенков. Не исключено, но это все по ходу пойдет, что где-то, где-то споет одну-две нотки и этот цвет. Я его в корзиночку положу, пусть будет у меня не пропадать. Такая штука у меня не пропадет ни метра. А это ждет нового процесса. Возреваю. Метелица быть. Метелица быть, я не знаю когда, но метелица быть. Значит, каким кардиган этот укороченный будет? Про номер спид сказала, номер цвета сказала, какие будут дополнения сказала. Может, их и не будет. Но не исключаю я такой вариант, какие-то может быть новые. И тут главное не переборщить. Все вокруг меда будет как-то кружиться. Итак, показываю модель. Только, пожалуйста, новенькие крепитесь. Старенькие привыкли, кто со мной давно. Рисую я вообще, вообще как я рисую. Это я еще за годы ведения канала поднаторела. Честно скажу, было даже хуже. Ну, самое главное, понятно же, правильно? Понятно же. Вот. Никто не хочет быть дисциплинированным. Значит, кардиган. 46-48 размер. Слишком, так сказать, просторно мне не хочется вязать. Узким при узким мне тоже вязать не хочется. Если мы спокойненько пролазим здесь 50 сантиметров. Ну, это вот те джемперочки, которые я вязала, показали. То для кардигана неплохо было бы 50 сантиметров, в общем-то, превратить в 55-60. Примерно. Вот в этой рамке 55-60. Вот на эту как раз ширину я и буду ориентироваться. Длина. Ну, где-то сантиметров, я не знаю. 35-38, максимум 40 здесь. Он не будет, то короче. Ну, в смысле, длинен он не будет. И сантиметров 18-20 пройма. Я пока про пройму не решила. Будет вот вязаться полотно. И здесь я могу чуть-чуть убрать петельки. Допустим, 3, 2, 1, да? Связать. И все равно потом вязать рукав от проймы. Он даже здесь заметно не будет. Возможно, я свяжу все прямым полотном. Возможно, я чуть-чуть сделаю спущенным. И здесь сделаю несколько прибавок. Не знаю. Не знаю. Я вот так вот полотно вырулю. И оно мне покажет. Пока я вроде в эти 55-60, мне все-таки хочется на 55. Эти 55 сантиметров, даже если при каждой стирке образец будет усыхать, уменьшаться, уж 5 сантиметров, там я не знаю, 5 до 5-10, пусть себе усыхает, мы 50 пролазим. Но, скорее всего, это выйдет, мне кажется, сантиметров 56-57. Посмотрим. Посмотрим. И спинка будет однотонной. Вот такой. Полочка будет однотонной. Вот такой. Не исключены, может быть, какие-то я... Что мы выпендриваемся? Полосочки, если уж совсем, мне прям станет нудно вязать, но этим же цветом. То есть на фоне лицевой, допустим, глади, изнаночной полосочек. Кто запрещает? Да никто не запрещает. А вот одна... Так, спинка однотонная, полочка однотонная, рукав однотонный. А вот один единственный рукав и одна единственная полочка, это будет что-то, сама еще пока не знаю что, но где будут как раз играть цвета медовые-то. и те, что на образце представлены, и, как я уже сказала, где-то очень чуть-чуть. Мне не надо много. Вот именно это вроде есть, а вроде глюк, вроде и нет этого. Ой, показалось, что здесь еще какой-то махерчик, а его нет. Ой, что-то там беленькое проскользнуло. Вот ведь бывает, покажется прямо. Я не знаю. Точно это будет не жаккард супер-пупер. Я его пока вязать не могу. Мне нужно что-то очень аккуратненькое, простое, но аккуратненькое. Поэтому есть у меня время подумать. Я сейчас начала вязать спинку. Покажу. Начала вязать полочку. Одну... Ну, как начала? Нет, я спинку начала, полочку я чисто приложила. Мне очень важно, что я на правильном пути. Вот это понятие. Поэтому начала спинку, да, начала полочку. Это громко сказано. Сейчас мне нужна красота. Вот так вот. И есть время подумать, пока я все это вяжу, что будет здесь. Ну, здесь какие-то будут полоски. Максимум. Вот, видите, у меня супер жаккард. Один цвет, один цвет, один цвет. Потом в шахматном порядке меняются. Вот. Это мой супер-пупер жаккард. А почему бы и нет. А так я вообще люблю полосочки. Видите? Просто полоски. изнаночные на фоне лица. И полоски не изнаночные. Обязательно вот этот вот рисунчик мой любимый две вместе накид. Что-то вот такое я буду забабахивать совершенно бессистемно. На рукавах одно, на не точь-в-точь. Только я для себя пока не решила. Будет это полностью полочка и полностью рукав. Или где-то это вот в половину это будет игра и игра цвета. А здесь все будет однотонно. Скорее всего я к этому приду. И тоже рукав. Какая-то часть будет однотонной. Допустим. А здесь будет игра. Хотела вообще однотонной связать. И только на рукавах. на одном и на втором что-то забацать. Тогда можно было сразу цель на вязаную планку делать. Я обожаю. Я обожаю. Так я не люблю вывязывать планку потом. Но потом Танюх, хватит думаю идти легкими путями. Вот так будет интересней. Не исключено, что здесь будет пришита бирочка. Представляете, мои рыженькие закончились. Рыженькие закончились. Остались вот такие. Но это тоже. Ой. Но это тоже мед. Тоже мед. Почему бы и нет. он вольет сюда. Вот это планируется на сторону где все желтенькое будет. Эх. Масштаб не те. Что касается пуговиц. Безусловно сюда подойдут пуговицы деревянные. Ну, размер это надо, конечно, подбирать. Где мой третий пуговиц деревянный? Не знаю. В таком бардаке, конечно, не знаешь, Таня. И это будет неплохо. Неплохо. Посмотрите, как это смотрится. Я уж не буду все три пуговицы, потому что здесь развернутся. Это шикарно. Только, мне кажется, хотя если две пуговицы, можно такой крупняк. Если пуговичек поменьше, то цвет этот просто подойдет великолепно. Причем дерево, да, натуральная альпака, дерево будет неплохо. Но мы с вами уже договорились на предыдущих предыдущих видео, где вот в корзиночке в корзиночке, в корзиночке, что у нас будут железячки. Ну, знаете, сегодня договорились, завтра мы можем переговориться. Сейчас я попробую. он как барыня. Капризный. Нынче так, завтре эдак затребуют. Ну, одним словом, все-таки хочу я остановиться на этих пуговицах, но не факт, не факт. Конечно, планка будет потоньше. Это я так уложила спинку, как бы начало резинки. Планка-то будет она в два раза, наверное, поменьше. Это я просто, чтобы представить, одна тошка, полосатость. А полосатость вот так будет. Ну, не важно. Вот. Мне нравятся эти пуговицы. Вот дались они мне просто вот такое редко бывает. Я хочу их использовать. Посмотрим. Посмотрим. Хочу эти. Хотя, еще раз говорю, пуговицы решают все. У меня сейчас вообще не осталось никаких. А вот если представить деревянное, вот таким цветом, темное дерево, это вообще будут удачные. Удачный, приудачный вариант. Светленькое дерево. Тут кому как нравится, кто как хочет, так и так и. Вот. Ну, у нас еще кардиганов-то куча могуча будет. Мы все еще перевяжем. В общем, я пока останавливаюсь на вот этих. Как вы знаете, лед и пламень. За лед выступают эти пудвички металлические, а за пламень альпака. Ой, болтушка-то, Танька. Ну да, есть грешок. Про петли ты хоть расскажешь про количество? Да. Высчитала я по образцу, кстати, что мне нужно набрать чуть ли не 120 петель на эти свои 55 там сантиметров. Вот как не умею я по образцу рассчитывать, так и больше браться не буду. Вот смотреть, как это выглядит, да, но все-таки на глазок, на прискок это у меня лучше получается. Много мне 120 петель. Я даже перевязала стои много. Вот здесь я набрала сто петель, но так как резиночка, ну и две кромочных, соответственно. Так как резинка, мне очень важно, чтобы она и начинала из двух лицевых и заканчивалась двумя лицевыми. Вы сами понимаете, сто петель, они заканчивают две лицевых, две изнаночные. Вот тут они бы закончились. Я прибавила еще две. Получается сто четыре петли я набрала на резинку и имеется в виду сто две на непосредственно резинку, а две на кромочную и кромочную. Сколько вам нужно рядочков провязывайте? У меня 20 рядочков резинки. И дальше я перешла на спицы побольше 3,75 кубики 4 кругляшки. То есть на полномера, грубо говоря. И опять же допустила ошибку. Думаю, дай, когда до 110 доведу. Не делайте этого. Я просто перешла. Вот это же количество петель у меня перешло и пришлось распускать, потому что здесь уже получалось много. Здесь как бы и мало-то не надо. Вот сейчас у меня 55 сантиметров, если не трогать, если так чуть-чуть расправить. Я просто до съемок здесь у меня была ткань покрывала и я все иголочками насаживала и измеряла. Вот сейчас у меня 55-56, как мне и надо не выходить за 60. И уже если прибавить бы еще до 110, это было бы лишнее. Это было бы лишнее. Так, сейчас у меня закончился как раз моточек, в который я могла бы спицы воткнуть. А кто мне мешает взять новый моточек? Никто, лень, матушка, что же с яркостью-то? Вот у меня сейчас закончился моток. И видите, еще пол спинки можно провязать. Полностью не хватит, однозначно. Поэтому я даже начинать этот ряд не буду. Несмотря на то, что это пряжа, такая натуральненькая, грубо говоря, как шерсть, я люблю шерсть. Так, сейчас узел распутаю. Шерсть можно без узлов соединять каким образом. Немножечко расшебуршить один кончик. Я так часто делаю в детском пледе в этой шерсти я показывала. Расшебуршить другой кончик. Но тут у меня почему-то под руками другой цвет. Это не важно. Вот. И слегка увлажнив руки, просто-напросто, сейчас уж я не буду это делать, уваливать, приваливать. И если мы это провяжем, вот так помогая себе немножко с круточкой, то этого не будет заметно абсолютно. И все будет замечательно. Вот это место провязал и никаких узлов не будет. Ну, конечно, одним цветом это все. Здесь я все-таки буду уводить. Вот я дошла и точно знаю, что чуть-чуть мне не хватит проехать еще один ряд провязать. Здесь я отрезаю ниточки, эти пойдут вещички. Пришить пуговицы, пришить вот эти, да даже где-нибудь что-нибудь вышить. Вообще, из-за натуральных, натуральной пряжи очень хорошо все это вышивается. Я отрезаю, но не выбрасываю. Вот эти хвостики, они нам еще очень-очень пригодятся. И таким образом новый моточек я присоединю, узелок будет сбоку. Я обожаю, когда вот раскинешь изнанку, да, у изделия, и чтобы на изнанке никаких намеков на узелки не было. Никаких. Вяжется очень легко, но эту пряжу поймет только тот, кто любит вот эти всякие, говорю, сухие, колючие нитки. Другим это не понравится. Я люблю, очень люблю. Вот он даже после стирки вроде как мягче, но он шершавый. Он колковат и он сухой. Я вот вяжу, у меня даже крем для рук в два раза больше расходуется. Но я знаю, что вот кто дундагу любит, такау, просто шерсть 100%, они меня поймут. И это уже любовь, она или есть, или нет. Что у меня тут за красная ниточка? Дело в том, что до маркера рука не дотянулась. Вот я люблю себе, когда провяжу, вот почему-то я считаю не по одному рядочку, один, два, три рядочка, а я считаю вот эти пары, повороты ряд лицевой, изнаночный, вот эти парами рядочков, я считаю, как я только это 10 пар провязываю, я по изнанке прокладываю. Он потом легко-легко, я потом, в общем, сколько у меня связано вот по 20 рядов-то, или по 10 пар поворотных. Это очень легко ориентироваться. Конечно, я здесь вешаю маркеры, но сейчас вот дотянулась рукой до иголочки с ниточкой. Прямо сантиметров 10 я прокладываю, их потом убрать, но 5 секунд, и нет. Это у меня такие, в общем-то, маркирочки крутяшные. Ну и вот так сказать, убедившись, что я на правильном пути, да, у меня есть какое-то желание петель на 5, на 6 поменьше сделать, но все-таки уваливаться будет, уменьшаться в размерах. Поэтому пусть уж немножечко посвободнее все это будет. Я остановилась на тех размерах, которые есть. Мне очень нравится начать полочку, все это проверить, соединить на правильном пути или не на правильном пути, и тогда уже спокойненько вязать любые детали. Вот какой-то такой у меня, не знаю, ну, у каждого у нас свой пунктик, да. Поэтому я провязав уже довольно-таки, потому что здесь измерять, здесь все равно резинка будет подсгубривать. Измерять нужно изделие, когда ты провяжь, вот тут у меня уже сантиметров, наверное, 18. Когда я все это измерила, действительно убедилась, что у меня по ширине 55 точно есть, до 57 не доходит, но во всяком случае, пока, не знаю, как там дальше пойдет. Я вышла и на полочку. Давайте я вам сразу скажу. Логика простая, да, здесь вот вроде как, если у меня не брать крайнее, от 104 отнимаем две кромочные, то остается 102 петелечки. Пополам делим, 51 петелечка на резинку нужно набирать. Планка, которая будет потом для пуговиц, она вообще никак не участвует. У меня две полочки в сумме дадут одну спинку, а планочка своими, там, не знаю, тремя сантиметром будет жить своей жизнью, просто увеличивая переднюю часть. Кто-то делает так, кто-то иначе, кто-то рассчитывает эту планочку уже, вот здесь пугови сутки большие, у меня нет. Но дело в том, что 51 петелечка мне не подходит, ибо резинка 2х2 тогда не ляжет так, как нужно ей лечь. я здесь набрала 50 петель и 2 кромочные. Но мы сейчас кромочные не берем, мы берем 48, то есть делится на 4, 2 лицевых, 2 изнаночных, и плюс еще 2,50, чтобы хорошо, опять же, начать с 2 лицевых и закончить 2 лицевыми. Таким образом у меня здесь 52 петли, из них 2 кромочные и 50 входят в резиночку. Как только я стала переходить с резинки на основное полотно, я добавила, не помню, с какого краешка, одну петельку, и у меня превратилась 51. Не берем мы во внимание кромочные. 50 петель резинки превратились в 51 петелечку полотна. Здесь мне помогли спицы. Посмотрите, они такие же. Это уже не симфони, а это Лана Гросса. Алену Шкабель мне подарила. Тоже четверочка. И они очень похожи. Вот симфони от Анечки из Испании и Лана Гросса от Аленушки. Посмотрите, они даже цветом-то. Вот так вот они очень похожи. Это, конечно, укороченная леска. Всего здесь 60 сантиметров. Но на полочку мне просто выйти. На полочку сейчас я, конечно, не буду сразу два изделия вязать. Мне просто нужно было, как только освободились эти спицы, я связала резиночку, я прикладывала, я вымеряла. Все меня устраивает. И я успокоилась. Мне кажется, что я вышла на финишную прямую. Конечно, кто просил мне все это рассказать, вы ориентируетесь на свою плотность. Это первое, что нужно сделать. Есть у меня сомнения, что все-таки, может быть, 55 это многовато надо было. Потому что 55 великоват. Вообще-то я вот голубку вязала. Но одно дело, хервые вещи, которые хоть на три размера больше, они будут смотреться. Но и кардиганчик, такой оверсайзный, он будет лучше смотреться, чем вот эта вот кургузость. И все-таки я еще раз говорю, при каждой стирке все это будет несколько стирк, все это будет ужиматься, ужиматься, ужиматься. Кто-то писал именно так, кто-то писал, что ничего подобного, как после первой стирки. Вот размеры устоялись. Конечно, стирать только вручную, это что даже говорить нечего. Но я все-таки как-то на 55 по спинке и в половинку передней части. Сейчас остановилась, меня все устраивает. Все устраивает. Когда я постираю, вот допустим, я постирала, и разложу, я все-таки сделаю акцент на длину. Здесь можно как-то вытянуть в ширину. Я буду делать акцент на длину, чтобы скорректировать, не выйти за 55 эти сантиметра. Пусть даже будет 53-54 от того, что я вытягиваю. Это вот как раз то, что меня устроит. Я всегда, раскладывая изделие после стирки, немножко корректирую. Вот, мне кажется, это все, что я могла сказать сейчас. Количество петель, кто просил. 102 на резинке плюс 2 кромочные, 104 я стартую. 50 плюс 2 кромочные, 52 я стартую. Здесь не прибавляла нисколько, выходя на другие спицы. Как было 102, так 102 пошло в полотно. Здесь 50 петель резинки в 51 петельку полотна превратились. Если вы это забудете сделать, ничего страшного. Все равно, когда мы будем набирать планочку, вот эти крайние, они же маленечко оттянутся. Можно было этого не делать, но мне уж нужно было для своего вот этого упорядоченного уме уравновесить петли. Планочка небольшая, она у меня будет. Вы видели, какие пуговки, я их уже убрала в корзинку, они не будут хорошо смотреться на огромной планке. Планочка у меня будет небольшая, и она будет совершенно в расчеты не входить. Просто передняя часть будет за счет этого чуть-чуть пошире, чем спинка. Как-то так. Ну, а мне осталось искренне благодарить всех за внимание, пожелать всем вдохновения, вяжите, и пусть у вас всех все, у нас всех все всегда получается. Буду вдвойне благодарна, если вы напишите варианты названий, вы уже писали. Теперь давайте как бы осень с янтарем на второй план уберем, а вот именно мед, что-то связанное с медом. Если у нас получится название именно в одно слово, я буду счастлива. Видите, как туман, голубка, ваниль, вот что-то вот такое вот. Я раньше читала название, но все-таки не была сосредоточена на них, потому что еще не начинала вязать. А теперь, когда процесс пошел, я буду уже под другим углом смотреть на эти названия. Мы обязательно найдем. Я уверена, еще не было такого случая, чтобы мы с вами не находили название для процесса. По секрету скажу, что кардиган будет еще один. И уже идет пряжа на него. Тот будет уже удлиненный. Этот укороченный, тот удлиненный. И можно сказать, что тот кардиган будет, если нам, конечно, пряжа понравится, вроде пока по цвету мы определились. Если не понравится, будем еще смотреть. Но, в общем-то, этот кардиган будет точной копией одного из тех кардиганов, которые я уже вязала сыну. Кто подписан на Инстаграм, уже точно знает, о чем я говорю. Ну, а на Ютубе я расскажу все обязательно чуть-чуть позже. До новых встреч, мои добрые зрители. А они обязательно будут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!